Здравствуйте, дорогие друзья. Не буду сильно утомлять никого в праздник Пурим. Немножко о нем поговорим. Два слова буквально. Пурим это праздник, который свидетельствует, что случайность в жизни человека это звено в цепи закономерности. Вообще случайность это имя Бога, когда он не хочет сам представляться. Аман, враг евреев, задумал их уничтожить. Но возникает ряд невероятных совпадений. У Мардыхая есть племянница Эстер, которая победила на конкурсе красоты и пришлась по сердцу персидскому царю. Мардыхая нечаянно подслушивает разговор стражники, готовят покушение на царя. Эстер предупреждает царя. Еще совпадение, совпадение. И пока Амана повесили на виселице. Давайте я расскажу вам некоторые факты из праздника, которые не все знают. В распоряжении Ахшфероша находились храмовые сосуды. Но он хотел трон, такой трон, как у царя Шлома. И проблема состояла в том, что трон-то построили ему, но перенести его не смогли. И поэтому бывший конюх переехал в Шушан и там устроил себе столицу. И там мог осуществить свою мечту и вылезти вот этот, на этом троне. В лучших традициях, кстати, всех, кто знали, как готовить трон и делали его. И, к сожалению, их в лучших традициях отправили на тот свет. Следующее, что, может быть, не все знают. Во время пира, не только Ахашферош, но его, вот это, впоследствии, казненная жена царица Вашти, нарядились в одежде первосвященников Иерусалимского храма. Поэтому там все было справедливо. Далее. В списках претендентов к названию царицы находилась в первую очередь родная дочь Амана. Но в тот момент, когда ей надо было идти к царю, начал сходить, говорят, от нее такой запах, как-то странный. И тоже случайно. И она провалилась на этом конкурсе. Что еще? Главную героиню событий на самом деле звали не Эстера, а Адаса. Потом ее уже назвали Адаса, за то, что она скрывалась в доме Мардыхая. Что еще? Эстер, красавица, победившая на конкурсе, была не молодой цветущей красавицей. А, во-первых, говорят, мудрецы, какая-то кожа имела такой зеленоватый оттенок. А, во-вторых, к моменту описанных событий, она уже совсем была не молодежь. Ей было как минимум 40 лет, а по некоторым даже больше. Так что все настолько здесь как бы подстроено Богом, как говорится. Что еще? Неудавшийся заговор. Бектаны Терыш. Привел к некоторым жертвам все-таки. Чтобы проверить показания Мардыхая, а заодно и поймать злоумышленников с поличными. Ахашвирош приказал дать выпить принесенный ему напиток своему любимому коту. Тот сразу лег на бок. Так что кошка пострадала. Что еще? Как известно, Аман всегда проходил, когда мимо Мардыхая, тот показывал ему подошву ботинка, на котором был написан документ о самопродаже Амана к нему Мардыхая в рабство. Это произошло в пустыне, когда они шли и у Амана закончилась еда. Что еще? Во время поста, объявленного Астер, 12 тысяч коинов трубили в шафары, держа в левой руке свиток Торы. Это был единственный случай в истории, когда свиток Торы вообще положили на левое плечо. На фоку опять перевернуто все в этом празднике. Аман повесил на шею себе такую... Давайте не об этом. Как повесили Амана? Все пишут там и рисуют его так. На самом деле не за шею, как рисуют на пуримских открытках. А даже не за ноги, как в пуримшпиле пишут. Его подвесили за руки. В точном соответствии с этикетом того времени, предписывающим особо важных персон, убивать именно так, как написано. Поэтому виселица была для него очень удобная. И чтобы закрыть эту тему, пурим учит нас одного. Всевышний готовит лекарства перед болезнью. Однако для того, чтобы наказание перевернулось в награду, нам надо совершить духовный переворот внутри себя. Вот нам самим надо исправить себя, и тогда все на фоку перевернется, и мы победим. Добро победит зло обязательно. Брахавы от слаха, берегите здоровье.